Привет друзья, приветствую на канале Саня Кладоискатель, приветствую всех любителей, профессионалов моделизма, кто просто увлекается данным хобби, кому интересны мои видео, приветствую вас. Сегодня продолжаем обзор новинок компании СиЭм, в данном случае это у нас модель немецкого грузовика армейского KHD-A3000, в масштабе 1,35, предложенный номер 35454, вот такая вот небольшая упаковка компактная, красочная, стоит этот грузовик где-то в полях, скорее всего Украина или Белоруссия. Приступим, вот здесь вот на коробке у нас изображены история производства, история создания данного грузовика, его габариты 174 сантиметра в длину, 81 сантиметр в ширину и, ой простите, 174 миллиметра в ширину и 168 деталей, достаточно немного деталей, если сравнивать допустим с техникой с той же 34-кой, там было 220 с чем-то деталей. Коробку открываем, смотрим что у нас здесь, вот характерный для техники, для германской техники, для грузовиков, для армейских тягачей, характерно вот цвет литников, такой вот горчично-желтый, не знаю как его назвать, даже рыжий наверное. Сейчас я достану литники из упаковки, дабы у вас не раздражать шелестом и продолжим. По привычке приступим к нашим декалям. Декали как вы видите, здесь номера, грузоподъемность и приборная панель, вот такая декаль. Полиснем инструкцию. Дети смотрят мультик, смеются. Почему-то вот, не знаю как у вас, но у меня нелюбимое мое занятие это сборка двигателя, вот почему-то, я не знаю, меня она раздражает, даже не то что раздражает, но ты стараешься сесть и приняться за сборку грузовика, сидишь полчаса, собираешь двигатель, которого в принципе не будет видно под капотом, но это если вы не сделаете вариант с открывающимся капотом. Поэтому для меня самое неинтересное это сборка двигателя. Не знаю как для всех остальных. Рама, кабина, ходовка, кузов. Ну и в принципе уже готовый грузовик. Так выглядит он по сборе. И вот так вот тут есть два варианта окраски. Италия лета 44-го. И Украина лета 42-го, начала войны. Как-то так. Здесь вот описательная часть. Также если интересно, можете на паузу нажать, почитать. габариты, вес. Обращаю внимание как лучше красить. Такая вот справка историческая еще. Так, декаль выпала. Далее, к чему мы приступим, это к колесам, покрышкам. Честно говоря, всегда, когда достаю покрышки, всегда обращаю внимание на их производителей. Но здесь их почему-то нет. Всегда интересно посмотреть на качество отливки именно покрышек, резины и надписей на покрышках. Так же вот мы можем видеть протектор. Вот такие вот колеса виниловые, 8 штук. Дальше стекла и стекла фонарей. Логовое стекло, 2 ветровые стекла, заднее стекло и два фонаря. Качество, вы видите, ровненькие, стеклышки не искажают. Никаких наплывов нет на них. Еще хотел обратить внимание, многие пишут по поводу сборок. Честно говоря, вот сам хочу сесть спокойно пособирать модель, но ввиду того, что семья, маленькие дети, работа, времени совсем не хватает. Не то, что на моделизм, но и редко удается с детьми погулять, просто выйти на улицу на выходных. Поэтому я буду, конечно, максимально стараться, чтобы все видео, все сборки были сняты и выложены в YouTube, чтобы вы их не пропустили. Но мы продолжим, давайте. Буду вас вставлять своими обсуждениями, рассуждениями. Хотел обратить внимание, что обязательно в видео будут. Не отписывайтесь, ждите. Если не интересны обзоры, можете их просто пропускать, не открывать. Но сборки и покраска будут однозначно. Так, мы приступим дальше. Здесь вот мы видим надпись, логотип производителя. Решетка радиаторная, здесь вот крылья с замками. Ну, двигатель, лопасти, вентилятор охлаждения. Здесь с внутренней части, в принципе, как бы смотреть особо нечего. Детали с деталировкой, с прорисовкой. Здесь больше ходовой части. Вот здесь приборная панель. Сейчас резко, конечно, ведется. Вот она приборка, на которой будут клеиться декали, которые показывал я вам перед этим. Диски. Колесные. Руль. Далее. Рессоры. Мост. Ладно. Итак, здесь у нас идут борта. Вот над бортов и ожидают, честно говоря, имитации дерева. Ну, кстати, достаточно качественно сделаны доски. Вы можете видеть, то есть они не гладкие, они немного шершавые. Вот здесь, не знаю, может быть, камера не отображает всего, всей реалистичности. Но, действительно, вот доски, видно, что на них шершавость есть, то есть они не гладкие. Когда ляжет краска, это будет лучше видно. Почему? Потому что, потому что заполнятся вот эти вот все неровности, которые есть на самих вот, самих деталях литника. Ну, вы видите, они матовые немного, то есть как будто затерт или как будто имитировано дерево. вот здесь самое все. Ну, и здесь вот еще мост, деталировка канистры. Это такое уже дело. Так, ну, вот и все, вот и все, что я хотел показать. Надеюсь, что видео было продуктивным. Надеюсь, что тот, кто хотел увидеть, увидел то, что хотел увидеть. Пытался максимально информативно донести, показать вам. Еще раз повторяю, подписывайтесь на канал. Если не подписаны, ставьте обязательно лайки. Будьте в курсе всех событий. Будьте в курсе новинок. Еще раз обращаю внимание, что видео по сборке, по покраске будут обязательно. Поэтому не отписывайтесь. До новых видео, до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok